Небо только с виду безразмерное. Если с земли мы видим голубое спокойствие, которое нарушают лишь тучи и птицы, то на мониторах авиадиспетчеров это скорее оживленный перекресток в час пик, только на высоте свыше 9 тысяч метров. Уровень ответственности небесных регулировщиков не нужно объяснять. Каждые сутки воздушное пространство Беларуси пересекают до тысячи самолетов. Аэронавигационное обслуживание предоставлено авиакомпаниям из 100 стран. И сегодня сложно представить, что после распада Советского Союза воздушное пространство независимой Беларуси больше походило на проселочную дорогу, чем на магистраль. Если в 1991 году у нас было всего 2 воздушных трассы и протяженность их была в пределах 800 километров, то сегодня это 56 воздушных трасс и протяженность около 25 тысяч километров. Стремительно растет и авиатранзит. Если в 2005 через Беларусь пролетали около 125 тысяч воздушных судов, то за прошлый год наши диспетчеры проводили более 260 тысяч. Прогноз на нынешний год еще больше. 300 тысяч на рубеж. Задача ближайших двух лет. Схема проста. Больше транзитных самолетов, больше валюты. Но для развития нужны новые воздушные трассы и передовые технологии. Вот и получается, чтобы проложить новые дороги на небе, приходится углубляться в землю. Центр управления воздушным движением обещают построить за два года. Сердце белорусской навигации будет биться в микрорайоне с говорящим названием «Сокол». Сегодня памятную капсулу заложили фундамент масштабной стройки. Послания внутри потомки смогут прочитать не скоро, а центр будет актуален на многие десятилетия вперед. Ведь основную ценность представляет не пятиэтажное здание сложной архитектурной формы, а самое современное оборудование. Сегодня БелАэронавигация управляет воздушным движением из национального и областных аэропортов. После ввода нового центра 400 работников возьмут под контроль все белорусское небо. В областных аэропортах останутся, но они управляют только в районе аэродрома. То есть это до высоты где-то 6000 километров. Остальное на все воздушным пространство Республики Беларусь управляется, будет вот с этого центра. Этот проект можно смело назвать и выгодной инвестицией. Невзирая на значительную стоимость, оборудование окупится за 8 лет, а если вырастет транзит еще быстрее. Данные под отрасль Министерства транспорта и коммуникаций успешно развивается и модернизируется. Это свидетельство тому, что обеспечена безопасность полетов, идет снижение стоимости билетов для пассажиров. Приобретаются новые воздушные суда. Только в этом году мы приобрели три воздушных судна «Боинга». Дополнительную работу диспетчерам гарантирует и Национальный аэропорт Минск. Если за весь 2015-й здесь обслужили около 2,5 миллионов человек, то в этом году трехмиллионного пассажира ждут уже на следующей неделе. Дмитрий Семченко, Алексей Шаплов, ОНТ.